Привет, мои дорогие подписчики и те, кто в первый раз у меня на канале. Вас их очень рада видеть. Меня зовут Лена. И сегодня на моем канале вы сможете увидеть небольшой обзорчик моего набора, моя недавняя покупка, которая называется Викторианский дом от фирмы Dimensions. Ну, вы помните, что я говорила, что я люблю Dimensions, поэтому мои руки уже просто вот чешутся. Почему бы не посмотреть? Вчера они дочесались до того, что я взяла и просто открыла этот набор. Но вытаскивать я из него ничего не стала, потому что подумала, что если вытащу, потом уже так же все хорошо, слаженно, красивенько. Ну, я не уберу обратно. Естественно, у меня так всегда бывает, поэтому я била себя по рукам весь вечер, что нет, ты не будешь смотреть, что же там внутри. Значит, так, когда я рассказывала о покупках, я вам говорила, что купила этот набор, в принципе, можно сказать, тоже абсолютно вот непреднамеренно, скажем так. Совершенно не думая об этом, я увидела этот дом, он мне безумно понравился, и я решила его купить. Ну, собственно говоря, я его и купила. Размерчик этого набора будет 30 на 38 сантиметров. Вышиваться он будет сейчас у нас на 14-й Аиде. Кстати, вот почему-то меня это немножечко смутило, так как всегда вроде Dimensions вышивает на 18-й. 18-й канве и как-то немножечко странно. Ну, не знаю, почему. Производитель решил заменить канву. Ну, вот такой вот он, так вот он выглядит. Вот это я вчера отлепила. Кстати, несмотря на то, что я это отлепила, да, это после того, как я прилепила, абсолютно точно так же фактически зафиксировалось. Как-то они приклеили нож очень сильно. Ну, примерно я предполагаю, что будет внутри. Ну, не то, что я предполагаю, что будет внутри, но мне кажется, я уже знаю, что будет внутри, потому что у Dimensions, мне кажется, ну, я не знаю, все, как говорится, одно и то же. Вот так вот выглядит этот наборчик. Мне кажется, в итоге он получится очень красивым. Ну, действительно, прекрасный дом. Дом мечты, еще один дом мечты. Один я уже отшила, буду отшивать другой. Кстати, вы знаете, что я только сейчас сообразила о том, что я отшила дом мечты от Барвиста, может быть, я не знаю, надо было что-то загадать перед тем, как я начинала отшивать. Ну, если честно, мне просто нравятся дома. Ну, как бы я не думаю о том, что есть какие-то приметы и так далее. Так что второй мой домик, скажем так. А, вот здесь вот какая-то картоночка, которая нам вообще не нужна. И мы начинаем с вами смотреть, что же у нас там есть. Ну, как обычно, они тут завертели, закрутили все. Так, у нас с вами, как я уже сказала, как я уже сказала, канва 14-го каунта. А знаете, кстати, в чем прикол? Здесь вот на канве нету ниток. По-моему, раньше здесь... Ой, не ниток, а иголок. Раньше были иголочки. Может, я что-то, конечно, не посмотрела. Нет, посмотрела. Канва не белого цвета. Точный цвет я вам сказать не могу. Говорю примерно. Она примерно такого молочного или слоновой кости. Хорошо, она очень накрахмалена. Убираем ее в стороночку. И начинаем с вами смотреть, что же у нас тут есть еще. Ой-ой-ой. Так. Не знаю, почему вот какие-то нитки размещены вот именно вот так вот. Не могу сказать, что это удобно. Я не знаю, по какой причине Dimensions вот так вот положил нитки. Нитки, кстати, очень похожи сейчас на такого, знаете, ворох, я не знаю, нитяных волос. Вот примерно точно так же, когда я рассматривала набор от фирмы Белоснежка. Но там тоже так много ниток, и все они в таком вот состоянии были, не очень красиво. И мне напомнилось сейчас наборчик мой от Белоснежки. Так. Ну, посмотреть мне этот набор очень сильно хотелось. Ну, вот так вот выглядят нитки, которые спутаны. Их, конечно, надо будет разобрать чуть-чуть попозже. Ну, не сейчас, я так думаю. Так. И мы начинаем с вами смотреть уже, что у нас на... Ой-ой-ой. На органайзере. Я вам в первую очередь показываю ниточки. Как интересно смотреть. Такой достаточно длинный, я бы сказала, органайзер. Вот так вот он умещается в камеру. Ну, я говорю, все как обычно. И все так, как мне нравится. Вы знаете, то, что... Вот мне нравится. Мне нравится то, что вот они вот так вот закреплены. Берешь, вытягиваешь по одной ниточке. Причем тянешь силой, в принципе, по одной ниточке, и остальные, ну, совершенно оттуда не вылезают. Это здорово. Это очень здорово. Это удобно и хорошо продумано. Ну, вот такие вот ниточки. Все уже ровненькие. Кстати, очень-очень длинные. Я думаю, сантиметров, наверное, по 50. Опять-таки, надо их всех распутать и разложить. Я вот уже заметила, что мне частенько это приходится делать. Давайте с вами посмотрим, что есть еще. А, вот смотрите. Иголочку они положили вот в такой вот маленький пакетик. Я думала, на конве прикрепить. Прикрепить? Нет. Значит так. Что у нас здесь есть? Здесь у нас небольшие рекомендации к нашей вышивке. Здесь у нас написано, как выполняются всевозможные стишки. Кстати, почему-то я не вижу русского языка. Вот этого я, конечно, не понимаю. Мы же русскоязычные люди. Так, это первая самая схемочка. Ну, то есть первый листок, в котором у нас точно так же располагается карта цветов. Мне кажется, она немножечко другая. Вот, ну, не такая, допустим, как была в моей последней вышивке, в моем маяке. Немножечко она отличается. Нет, ну, в принципе, фактически такая же. Хотя, может быть, знаете почему? Потому что в маяке были французские узелки и всякая вот эта вот штука. И, может быть, поэтому, собственно говоря, она немножко отличается. Потому что там еще плюс было немножечко. Ну, как обычно, все понятно. Все так, как мне нравится. Я говорю, мне безумно нравятся наборы от фирмы Dimensions. Они потрясающие. Схемка у нас цветная. Такая вот символьная. Ну, не совсем, наверное, цветная. Символы цветные, но сама она не такая вот цветная, допустим, как в Риолисе, в котором я вам либо показывала, либо еще покажу. Но мне нравится. Зачеркивать, по крайней мере, на этой схемке очень удобно. Давайте посмотрим, что у нас есть еще. Так. Ой. А, вот, смотрите, здесь у нас уже написано по-русскому, на русском языке. Как французский узелок, строчный стежок, полукрест, четный крест, петельки здесь какие-то будут. А, ну да, петельки я тоже вышивала. И выкладная нить. Вот это вот самое интересное, то, что я говорила уже. Неправильно, правда, я сказала, не прикладная. Я, по-моему, сказала прикладная, выкладная нить, который мне хотелось бы использовать в моем наборе от фирмы «Сделай своими руками» в моем ночном городе. Так, здесь тоже. Welcome. Welcome. Так, подождите. А, ну вот. А вот это вот уже низ. Кстати, очень, знаете, что он интересненько? Отличается или не отличается? А, видите, тут ко второму листу вот этой вот схемки, да, прилагается свой уже какой-то ключ цветов. Я вот смотрю, отличается первый здесь 13337, а здесь 18403. Может быть так. А возможно, их просто два ключа. Просто они разместили их не на отдельном листочке, а на второй части схемы. Может быть и так. Так, как, собственно говоря, я и предполагала, схема, ну, так и нарисована с таким полукругом. Она получится, работа получится овальной. Ну, как, собственно, мне и хотелось сделать. Так, схема. Схема мне нравится. Ключ к цветам, ключ цветов мне тоже нравится. Мне кажется, ну, мне кажется, что он достаточно удобный. Конечно, нужно разобраться, нужно немножко потратить время для того, чтобы ниточки перемотать, ну, и так далее. Как обычно, подготовка должна занимать время. Начинаем вышивать, осуществляем подготовку. Заканчиваем вышивать, ну, сматываем, как говорится, удочки все свои. Ну, ладно, схемочку я вот так вот переверну. Так, и большое спасибо за то, что на русском языке напечатали нам рекомендации. Ну, конечно, как без этого, я что-то не подумала. Информация по вышивке с четным крестом. С четным. Ну, иголочку все-таки положили. Но что-то как-то я не подумала, что иголочка может быть в отдельном пакетике. Ну, наверное, я просто уже не помню. Так, ну, вот такие вот эти ниточки на вот таком вот специальном органайзере, который мне нравится. Ниток достаточно много. И еще много здесь вот каких-то ниток. Давайте посмотрим, что это за ниточки. Это ниточки 162-64. 162-53, 162-64. Они просто, видимо, не могли прикрепить все нитки вот сюда. Вот он, собственно говоря, этот цвет, которого они положили достаточно много. И он прикреплен, скажем так, вот отдельный. Ой-ой-ой. Все, короче, спуталось здесь. И выглядит, я бы сказала, не очень красиво. Но я думаю, после того, как разберешь все эти ниточки, здесь будет, как говорится, порядок и все будет замечательно. Мне захотелось побыстрее снять этот маленький видеообзор этого набора по той простой причине, потому что, я говорю, руки тянутся к тому, чтобы открыть и начать сделать, так сказать, первые крестики. Ну, я же не могу начать делать первые крестики до того, как я покажу вам, как выглядит набор. Ну вот, как-то вот так вот. Поэтому я решила его сделать. Набор мне очень понравился. Мне кажется, он в работе будет прекрасно идти. Может быть, конечно, он чуточку сложноват, хотя почему так, я сейчас говорю, я не знаю. Может быть, даже он пойдет достаточно легко. Но так как я говорю, здесь не 18-я канва, что, еще раз повторяю, мне немножечко как-то, я не знаю, заставило задуматься, почему не 18-я, а 14-я канва. На 14-й канве, естественно, значительно легче вышивать. Но, признаться, я думала, что Dimensions не используют 14-ю канву при вышивке. Когда я вышивала своих волков, поцелуй волка, я, если честно, вот не помню, какая у меня была канва, но, может быть, конечно, не 18-я. Черная, но не 18-я. Может быть, даже и 14-я. Ну, на 14-й вышивать легче, это самое главное. Вышивать я буду на пяльцах. Пяльцами я буду закреплять свой станок, который мне очень нравится. Плюс станок диванный или там кресельный, или какой-то, я не знаю, напольный, может, на полу кто-то вышивает. Ну, короче, такой станок, который можно использовать где хочешь. В том месте, где, скажем так, ты решила премаститься. Ну что, мне очень сильно нравится. Я очень сильно довольна. Надеюсь, что этот процесс принесет мне много радости. И с большим удовольствием я решу, я решаю показывать, собственно, все процессы, конечно же, вам. И, надеюсь, вам будет тоже интересно смотреть, как он будет двигаться. Как он будет двигаться, я не знаю, потому что моя дурная голова и мои рукодельные руки хватают все, что можно. И хотят начать очень много процессов сразу. Так что посмотрим, в общем, как пойдет. Так что, опять говорю, так что набираюсь сама, собственно говоря, терпения. И надеюсь, что скоро выйдет уже и первый, так сказать, обзор. Ой, не первый обзор, первый этап. Но я его, наверное, назову, скорее всего, старт проекта. Я надеюсь, что все будет идти очень даже хорошо и спокойно. Ну что, вот такой наборчик я приобрела от фирмы Dimensions. Вам, мои дорогие, большое спасибо, что были у меня на канале и посмотрели этот обзор. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Заходите ко мне в ВКонтакт, в Одноклассники и обязательно в Инстаграм. Еще раз повторяю, там много всего такого свеженького. Ну что, а мы с вами увидимся уже в других моих видео. Ну, правда, когда, я еще пока не знаю, как, в общем, получится. И каких я еще не знаю. Ну, в общем, увидимся чуть-чуть попозже. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.